Друзья, всем доброе утро! С чего начинается утро в Аргентине? Конечно же с маты. Вот у нас здесь пачечка есть. Суаве это значит мягкий. Это моя третья пачка уже. Хороший пример того, как аргентинцы любят маты. Видите, на чайнике даже есть специальная установка по температуре, чтобы она была не выше 80 градусов. Это оптимальная температура для заваривания маты. На самом деле, аргентинцы насыпают прямо полную под завязку эту колобасу, но я для себя понял, что мне достаточно и половины, иначе будет сильно горький и насыщенный вкус. Все, теперь можно встречать новый день. Вот у нас такой вид, даже небольшой балкончик есть. Немножко не хватает зелени, конечно, мягко скажем, но ничего. Так, значит дело одно есть. Привет! Есть одна штука, без которой утро в аргентине тоже не проходит. А мы с вами сейчас сходим и купим медиал-молосов. Это такие круассаны, которые очень любят, которых очень любят аргентинцы. Вот мы живем напротив вот такого сквера. Этот центр считается Рикалетто район. Это корпус медицинского университета, а вот там виднеются известные граффити. вот здесь, вот он магазинчик, где продаются собственно Эти медиал-молосы и эмбанадос. Оля, 6 медиал-молосов, по Quan. А, думаю, это третья еда. В общем, вот такой милый скверик, здесь у нас напротив, с приятной архитектуркой, а вот и здесь же вход в метро. Супер, это метро. Вот они, Медиалуносы, переводится как полулуния, Медиалунос. Живем мы в таком интересном здании, это на самом деле еще не до строй, но уже сдаются кое-какие комнаты. Проблема выбора, ну ладно. Вот здесь еще. Ну вот они, красавцы. Сладкие, горяченькие, с пыл и с жару. Мы сейчас поедем на крыжу, посмотрим, пока мы здесь вообще никуда не приехали. Здесь есть каждый этаж, но почему-то не очень закрыто. Вот тут на крыше зона барбекю, но она недоступна была. И видно самые муралы. Но мы пойдем выше. Солида. Солида, это выход. Не давало мне покоя то, что тут все закрыто. Так, надо же вылезти на крыжу. Должен же быть выход. Ёл. Действительно оказался. И на этом мы тоже не остановимся, потому что здесь есть вот такая лестница. Ох уж это блогерство. Вообще, конечно, это такой супер технический этаж. Здесь вообще тут нет барабета, поэтому аккуратненько, аккуратненько вам покажу, как тут. Вон там где-то наш балкончик. Вот. И такие шикарные виды. Вот. А здесь уже вроде нормально. Побезопаснее. Та-дам! Какая-то дымка там, над океаном. В той стороне вот уже океан. На самом деле, солнце уже очень активное такое. Очень жарко. Вообще, аномальная жара стоит в Буэнос-Айресе. 32-35. По идее, сейчас уже осень здесь. Здесь все наоборот. Не так, как у нас. И должно быть уже попрохладнее. Но нет. Нет. Все продолжает. Жарить в том же духе. Такие дела. А вот сюда вот я вылазил иногда по вечерам. Пью мате и смотрю закат. Прекрасные виды здесь. Итак, хочу вам показать свое рабочее место в этой квартире. Не сказать, что оно очень удобное, но тем не менее. То есть это, да, красивый кухонный стол. Но хочу сказать сразу, что вот такая ножка со скошенными краями. И вообще, в принципе, круглый стол для работы это неудобно. Вот. Значит, здесь планшет мой. Ноутбук. Еще один планшет. А здесь, очень интересно. Розетки в Аргентине другие, не такие, как в Бразилии. Вот. То есть мы купили здесь вот такой переходник. Здесь вот, как видите, плоские такие разъемы. В которые вставили переходник из Бразилии. И в которые уже вставляем, значит, наши вилки. Обычные, знакомые нам. Вот такая конструкция здесь получилась. Здесь, значит, у меня вот такой пул для подзарядки. Ну, в принципе, можно и ноутбук запитать или планшет подзарядить, как вариант. Также рекомендую вам брать с собой HDMI кабель, чтобы была возможность подключить ноутбук к телевизору. Там фильм посмотреть, либо просто расширить, как второй экран. Как вариант. Привет. Да, шторы блок-аут в этом плане, конечно, выручают очень. Потому что в первой половине дня солнце такое очень активное. Мы очень сильно жарим. Ну и, конечно, без кондиционера было бы тяжко здесь. Недавно я укладывал пост о том, как делать 3D-модели на планшете 3D-скульптинг. Вот на примере вот этого Михаила, значит, я рассказал о том, что это возможно. Это возможно. Ну и здесь хочу показать продолжение. Тоже скоро сделаю пост итогового варианта. Это ZBrush, финальная модель, уже детализированная. Ну и итоговые рендеры вы можете найти на моем арт-стейшене. То есть, в принципе, все самое последнее, что я делаю, это выкладывается на арт-стейшене. Вот они, Михаилы. Эту модель я сделал, начиная от эскиза ручного до вот таких различных вариантов. Так вот, это я все к чему, что на планшете, конечно, классно, он мобильный, компактный, легкий, но все равно инструментарий, который есть, например, у ZBrush, то есть это не сравнить с программой Nomad Sculpt. Поэтому все равно без такого профессионального софта не обойтись. А так, друзья, из последнего, чем я сейчас занимаюсь, это изучение процедурных текстур в Adobe Substance Designer. Вот так, например, выглядит система нодов вот для этого материала, плитки такой стилизованной. И также я это все подаю вот в таком виде. Это Marmoset Toolback. Эта программка создана для просмотра в реальном времени 3D-моделей и материалов, в частности PBR, которые я создаю в другом софте. Вот, как пример, вам покажу, как это может выглядеть. Еще из последнего, значит, я сделал 3D-скульпт вот такой колонной стилизованной в ZBrush. В общем, в 3D-максе я сделал предварительно low-poly модель, вот такую болванку. И позже перенес в Marmoset, сделал запечку, так называемую, на low-poly модель. То есть, если мы сейчас посмотрим, это вот такая легкая, все та же low-poly модель, но за счет определенных манипуляций, да, она воспринимается как детализированная моделька. Ну и финальные рендеры вы также можете найти на моем ArtStation. Вот так это выглядит. Даже покрутить в реальном времени можете модельку здесь. Ну так вот, друзья, я надеюсь, вам понравился мой очередной видеоролик. Не знаю, как вам такой формат, но мне кажется, что это будет такой дайджест о буднях 3D-художника, фрилансера, о различных моментах из жизни. Напишите, пожалуйста, в комментариях, поддерживаете ли вы такой формат и вообще какие темы вам было бы более интересно разобрать, о чем больше узнать. Вот, поэтому до новых встреч, увидимся!